Ребята, всем привет, у меня для вас прекрасная новость, улитка возрождает поршневую авиацию. Да, не для всех это праздник, но все же сама по себе машина крайне интересная, она была анонсирована сегодня как бесплатный приз боевого пропуска Ил-8. Для тех, кто не в курсе, это по сути тот же Ил-2, только с улучшенной броней по бокам, плюс еще новый двигатель, ну и конечно же измененные подвесы. Дело в том, что не будет никаких неуправляемых ракет, зато будут две 500 килограммовые бомбы. И для нашей суровой действительности это прекрасные новости, нет ничего надежнее здоровенного каба, в отличие от этих ракет, которые имеют все-таки некий рандом в плане попадания и урона. Но прежде всего в нашей игре не за штурмовку любят этот самолет, а за его возможности как истребителя, как бы странно это не звучало. И в этом плане машина выиграет еще больше, в том, что не хватало тяги, вроде как должна помочь новая силовая установка АМ-42, ну и дополнительная броня это всегда пожалуйста. Тоже конечно некий дополнительный вес, но мы еще посмотрим, выиграем мы в большей степени или проиграем в плане тяговооруженности. В любом случае никто не отменял респаун сразу в небе, благодаря чему мы можем разменивать высоту на скорость и хоть как-то компенсировать недостаток в тяге. Но пока не понятен боевой рейтинг этой машины, разработчик сообщает исключительно его ранг, третий, и на этом как бы все. Можно лишь понадеяться, что эту машину не запиндюрят слишком высоко. Для примера обычно Ил-2 находится на боевом рейтинге 3.0, в реалистичном режиме АИл-2М на боевом рейтинге 3.3. Но все же удар со стороны разработчиков может произойти, есть у меня некие опасения о том, что две 500-килограммовые бомбы не будут иметь раздельного сброса. Я надеюсь, что это только моя больная фантазия. Улиткой же так не поступит, ведь правда? В общем с Эллом-8 пока понятно, дождемся возможности его потрогать, посмотреть какие параметры дадут по итогу разработчики и будем еще раз обсуждать. А сейчас хотелось бы переключиться на еще одну тему. На самом деле сегодня как раз-таки главную проблему War Thunder хотел понять, но пожалуй я отложу немножко этот момент, хочется отснять еще больше материала. Ради любопытства решил покататься на Леопарде новом топовом 2 A7V. Наверное у вас уже сложился некий диссонанс на моих роликах, где я играя на танках говорю что-то про самолеты, или же когда я говорю про танки. Видеоряд из авиации, ну уж извините, такие у меня заскоки. Зато знакомим танкистов с летчиками вот таким вот образом. Далее я поделюсь своим субъективным мнением касаемо лучших УБТ у нас War Thunder. Так что если интересно, продолжаем просмотр. Так вот, пускай я не самый лучший стрелок на Диком Западе в топовом сегменте на танках, это я думаю очевидно по данному противостоянию, но я честно говоря был крайне поражен и теперь склонен верить, что статистика, которая собиралась, как я понял из комментария, все-таки К2 и его ребятами, более чем соответствует действительности. Несмотря на то, что она не серверная, она исключительно по повторам, в ограниченном, скажем так, количестве и круге собрана, но тем не менее я считаю, что все именно так. Дело в том, что машина, к моему большому удивлению, живет очень хорошо, переживает ряд попаданий в башню, фактически она еще может временами оттанковывать и с помощью ВЛД, то есть по сути, если нет возможности выцелить нижний бронелист или как-то погон башни, четко не прилетит в маску орудия, соответственно ничего этому Леопарду на дистанции особо не сделать. Пускай я тоже не мастак по пробитию противника, но так или иначе, все же сражение идет в пользу Леопарда, ну и его братишки с ТРВ. Появляется некая магия что ли, как от вашей команды атмосфера боев достаточно приятная, так и от результатов, потому что местами будто эта техника меня, рука жопа на топовых танках превращает в какого-то киберкотлета, и я начинаю раскидывать даже ваншотами вертолеты. И все это великолепие основных ОБТ в команде немцев-шведов еще приправляется годными ЗРК. Может быть флорократ не топовая ЗРК на данный момент, но она все еще вполне себе боеспособная и хорошо сбивает те же К50-е. Хотя иногда случаются и казусы, ну как без этого. Но в целом атмосфера игры за немцев-шведов более чем достойная. Сложнее играть за советов. Вот я поиграл на стриме реально сложнее. Т-90М, честно говоря, вообще меня не впечатлил от слова совсем, несмотря на то, что пытаются как-то выдавливать из пальца и нахваливать его хоть в каких-то местах, мне он не зашел. Т-80 БВМ лучший ОБТ у советов Вартандер и точка. Если вместе поставить Т-90М и Леопард 2А7В, то очевидно следующее, живучесть у Леопарда выше. Несмотря на то, что по броне Т-90М должен впечатлять, он должен прям жить, мама не горюй, но тем не менее бронепробитие, когда оно случается, оно не в пользу Т-90М, который отлетает гораздо быстрее. Все же размер танка, больше пустого пространства, больше членов экипажа, это сказывается в Вартандер, с учетом того, что все-таки конус осколков у кинетического боеприпаса ограничен. И в более маленьком боевом отделении это, конечно, играет критическую роль. В жизни, конечно, все по-другому, любое бронепробитие танка это причина его покинуть, но у нас в Вартандер свои правила. Про задний ход даже говорить не буду, здесь и так все очевидно и понятно, много уже об этом сказано, а вот что касаемо перезарядки, это для меня лично очень серьезный аргумент, не меньше, чем задний ход. Все же перезарядка в 7 и 1 секунды против 6 леопарда или же 5 новооспеченных у Абрамсов, это, ребят, очень серьезный аргумент, когда при размене вы не пробили друг друга и противник выстреливает раньше, но это фактически геймовер, тем более, когда вы не можете откатиться нормально и должны до талого стоять и ждать выстрела противника. Именно поэтому я гораздо больше люблю менее защищенный Т-80 БВМ, у которого и перезарядка не 7,1, а 6,5 уже лучше, и тем более нормальный задний ход, он успевает откатиться и пережить эту перезарядку. В общем, не сказать бы, что для меня Т-90М стал огромным разочарованием, потому что я изначально не ждал от него каких-то чудес, но я видел комментарии, люди себе очень много напридумывали, очень много от него ждали, хотя вся серия 72-к, 90-к, но она, конечно же, с приколами. И лично для меня стало очевидно, что Т-90М это не тот топ, который может достойно представлять верхушку ветки советов. И какая альтернатива может появиться? Вот как вы думаете, что можно завести советом, чтобы машина была, скажем, более-менее адекватным ответом на Леопард или же СТРВ? Как вы думаете? Кто-то верит, что разработчик ведет самый последний модифицированный прорыв 3, хотя сегодняшний в War Thunder Т-90М это тоже считается прорыв 3, но судя по тому, что мне скидывали ребята, там происходили кое-какие поверхностные модификации и, соответственно, дополнительный рэп, который нам пока в игре не нужен, и плюс еще, вот, скажем, мангал, это все стало некой серийной составляющей для 90-к. Имеется в виду новых 23-го года. А вот про замену трансмиссии ни слова. И существуют серьезные опасения, то, что 4 километра в час останутся, как и были. Вот такая вот будет неприятная ситуация. А где же искать альтернативу? Она все-таки нужна. Как я и сказал, субъективно, на мой взгляд, Т-90М не вывозит как новый и очень перспективный топ против Леопарда. Или все же разработчик нароет Secret Documents на 15 километров в час заднего хода и новое орудие, как думаете? Я надеюсь, разработчик это понимает и будет принимать некие правильные решения. Ну и вы пишите в комментариях, какие варианты можно предложить. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, было интересно, полезно. И если не сложно, поддерживайте видео пальцем вверх. Увидимся, надеюсь, завтра и снова пообщаемся. Всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok